Добрый день! Я Самоленко Наталья. В этом ролике мы подробно рассказали о кондиции растения с комом земли и сегодня мы продолжаем говорить о кондициях. Тема нашего ролика это контейнерные растения. Контейнерными растениями мы называем такие растения, которые были выращены или укоренены в контейнеры. Считается, что у контейнерных растений самая лучшая приживаемость. Однако опыт показывает, что если растения зима и морозостойкая, и если саженцы хорошие и за ними ухаживают, то приживаемость не зависит от кондиции. И уже не важно, какую кондицию вы выбрали. С открытой корневой системой, контейнерной или с комом земли. Все они приживаются одинаково. И все-таки контейнерные растения испытывают минимальный стресс при посадке, так как корневая система у него полностью сформирована и не травмируется во время посадки и выкопки. Как у любой кондиции, у контейнерной есть свои плюсы и минусы. Начнем с плюсов. Посадочный сезон таких растений не ограничен. Такие растения можно сажать в любое время и почти в любую погоду. Став обладателем контейнерного растения, вам не надо сломя голову мчаться на дачу, чтобы в тот же день их посадить. Высадить в грунт вы можете их в любое время. Контейнерные растения прекрасно подождут, пока у вас дойдут до них руки. Только поливать не забывайте. Минусом можно считать более высокую цену. Это неудивительно, ведь питомник покупал контейнеры, торфогрунт, удобрения, ухаживал за растениями до полного укоренения. Поэтому при покупке растения спросите или попросите продавца вытащить растения из контейнера. Если растение контейнерное, то корневая система не развалится, а сохранит форму горшка, а корни будут занимать не менее 40% объема контейнера. Примерно с середины мая кончики корней будут белыми или бело-желтыми. И это значит, что растение успешно перезимовало и корневая система пошла в рост. Обратите внимание на грунт, наполняющий контейнер. Вас должно насторожить, если грунт в контейнере глинистый. Это говорит о том, что в контейнере сидит растение с открытой корневой системой и его совсем недавно посадили в контейнер. Этим часто грешат мелкие фермерские хозяйства. Им кажется, что если растение посадить в горшок, то стоимость его сразу вырастет в 3-5 раз. Бывают случаи, когда производители пытаются экономить на торфосмеси и удобрениях, умышленно высаживают растение в глинистый грунт. Такие растения имеют маленький годовой прирост и бледную листву. Хороший производитель обязательно сделает для контейнера рыхлую смесь на основе торфа. Добавит туда перелит для разрыхления, удобрения для лучшего роста и укоренения растения. Правила посадки такие же, как и у остальных кондиций. Мы подробно рассказали об этом в прошлом сюжете о растениях с комом земли. Но есть отличия. При самой посадке разминаем ком. Нужно, чтобы растение изменило свой привычный рост корней и вышло за пределы условного горшка. Неплохо бы землю, используемую для посадок, процентов на 30-40 перемешать с родным грунтом. Это позволит избежать еще одной ловушки, когда растение упрется в края посадочной ямы. По поводу использования антистрессов и укоренителей. Если вы уверены в продавце и качестве посадочного материала, то не вижу смысла применять эти препараты. Вы же не пьете антидепрессанты, когда вам хорошо. Или впрок для профилактики. Так и растениям циркон или эпин не нужен, если у них все хорошо. Именно это вашим растениям и желаем.